Спасибо большое за, прежде всего, приглашение на участие в этом форуме. Очень рад, что этот форум становится площадкой всероссийского масштаба по обсуждению дальнейших путей развития этого очень важного сегмента и о важности которого мы как раз сегодня тоже расскажем, свою точку зрения. Сегодня мы хотели бы о трех вещах поговорить. Первое – о тенденциях покупательского спроса и о новых каналах продаж. В качестве это будет коррелировать с тем, что было на первой сессии. Мы целиком, полностью поддерживаем. И здесь тоже немножко еще расширим наши знания и мнения на этот счет. Затем мы расскажем о нашей формуле успеха компании АББ, как мы считаем лучше работать в канале Doot Yourself. Каким образом? Мы расскажем о нашем треугольнике взаимодействия, производителе, дистрибутор и сеть. И конкретно, поскольку тема этой сессии – это региональный развитие, то расскажем о нашем видении о развитии в северо-западном федеральном округе. Сейчас буквально пару слов о том, почему мы считаем, что имеем право на нашу экспертную оценку. Компания АББ – это один из мировых конгломератов и лидеров с внушительным товарооборотом в 42 миллиарда долларов США. То есть это компания на уровне таких компаний, как Procter & Gamble, ведущих банков. Это более 100 стран, это 150 тысяч человек, которые работают у нас. Практически небольшой город, почти половина властного центра. И компания, существуя с 1983 года, причем компания известна тем, что именно АББ изобрела и сделала первую трехфазную сеть передачи данных. Именно компания АББ сделала первого робота. Здесь на картинке это уже, так сказать, одна из последних версий робота уже с руками, который может делать различные манипуляции. В том числе, кстати, и на складах, и в магазинах «Дуэт и Селф» со своими складскими помещениями. И у нас работают 8 тысяч инженеров и ученых в семи исследовательских центрах, которые делают, изобретают новое оборудование, в том числе и для того, чтобы удовлетворять наших покупателей в канале «Дуэт и Селф». Скажем так, для того, чтобы быть на острие прогресса, каждый год инвестируется более полутора миллиардов долларов США в НИОКР. И мы работаем с 70 университетами по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Мы работаем с 5 университетами, как раз все для того, чтобы делать оборудование еще более полезным и нужным. Также для того, чтобы оставаться на острие прогресса, мы постоянно приобретаем новую компанию. Сегодня говорили по поводу Соединенных Штатов Америки. АББ в 2012 году за 2 миллиарда долларов купила одну из очень прогрессивных американских компаний «Томас и Бетс». Они специализируются, уже мы как бы все специализируемся вместе с ними, в низковольтном оборудовании. Вот они, кстати, тоже очень хороши в логистике. Кстати, для справки, вот сегодня говорили, одна из рецептов успеха интернет-торговли США. Для того, чтобы переместить любой товар с запада на восток США, требуется всего 24 часа. Там получается комбинированная логистика, то есть, в принципе, с такой продвинутой логистикой, ну, скажем, вот «Почта России», как бы, да, и «Фидекс». Вот. Вот за счет, как бы, таких компаний, вот интернет в Соединенных Штатах Америки, интернет-торговля может очень хорошо работать. В том числе и компания, которую мы приобрели в США, 95% заказов, которые вот эта компания в США обрабатывает, они не касаются рук человека. Они все проходят через собственную ERP-систему. Ну, за счет этого, как бы, и не только этой, но и многие тоже американские компании имеют такой высокий показатель эффективности. Вот. И плюс была в прошлом году приобретена компания тоже по производству низковольтного оборудования, электроустановочного оборудования. Это компания «Элби», турецкая. Мы, повторюсь, что солидарны с цифрами и мнением по поводу развития рынка в Российской Федерации. В этом бизнесе я уже 13 лет. И вот помню начало 2000-х лет, годов, когда мы смотрели статистику по вводу жилья. Ну, тогда общее такое настроение было внешне паническое в Российской Федерации, типа, вот мы, там, порядка 30-40 миллионов квадратных метров жилья вводим. Это, конечно, там, никогда нам не достичь уровня РСФСР, там, что в 80-й год был 7,75 миллионов квадратных метров. В 2013 году, тут какие-то были разговоры о кризисе и так далее, 69,4 миллиона квадратных метров жилья, что больше на почти 6%, чем в 2012 году. Целиком мы тоже согласен, что это жилье уже совсем другого класса. То есть это уже не то, когда, например, вы вскрываете пол, видите проводку нижнего соседка, соседа, уже как бы все нормально, все красиво, хорошо. Соответственно, под эту стройку отзываются сети Do it yourself, под эту большую же спрос на более качественное оборудование отзываются сети, потому что они предлагают более широкий спектр. У нас уже есть как бы и хард, уже и софт Do it yourself, то есть уже народ может посмотреть и в части интерьера, там, подобрать краску, там, и так далее. Плюс, ну, сюрприз-сюрприз, но в 2013 году средняя зарплата в Российской Федерации тоже повысилась, ну, может быть, там, в силу, там, что больше у гослужащих, как бы, да, но тем не менее. Вот, и это тоже, как бы, и сейчас мы видим, потому что тоже есть цифры за февраль, что товарооборот у некоторых повысился, потому что все-таки деньги есть у людей. Вот, и вот на основании всего этого вышесказанного мы видим сегмент и канал Do it yourself растущим, тоже разделяем цифры, что товарооборот в сумме приближается к одному триллиону рублей. Вот, мы для себя, ну, тут разные были версии, думаем, что, ну, скажем, на рынке северо-запада примерно рост Do it yourself, можно сказать, на уровне даже до 20%, вот, ну, в силу, как бы, вот, вышеозначенных фактов. Поэтому для компании ББ, производителей отрободудования низковольтного сегмента, ну, мы много чего производим, но для Do it yourself низковольтного сегмента мы видим канал Do it yourself приоритетным. И сейчас я хотел бы еще дать слово, специально приехал из Санкт-Петербурга, у нас получается, что сегодня, как бы, вот, такой день Санкт-Петербурга из северо-западного округа. Петр Багров, это наш специалист по сегменту Do it yourself, который сейчас конкретно расскажет о тенденциях развития, и в том числе, вот, то же самое, что мы сейчас говорили об интернете, то есть, наш взгляд, компания ББ, о том, как интернет-торговля дальше будет развиваться в Do it yourself. Спасибо, Олег. Ну, как хотел сказать, что у нас в Санкт-Петербурге и Леновласти представлено два вида DIY, это Hard and Soft. По нашей продукции по электрооборудованию в среднем рост составляет 20%, при том, что сильный ассортимент сетей не расширяется, рост за счет текущего ассортимента, активно развиваются интернет-проекты, хотим выделить, что наиболее активными игроками сейчас является у нас в Северо-западе, это компания Юморт и 220 Вольт. Огромная активность в плане проработки интернет-трафика, все поисковые системы хорошо они прорабатывают в плане статей, контекстной рекламы и, собственно, рекламы в интернете своей. Что я вижу в перспективе, что сети DIY не потеряют сильно покупательской способности благодаря развитию интернет-проектов, потому что приобретение электротехнической продукции электрики предоставляет действительно грамотную техническую консультацию, которую пока что в полной мере не готовы предоставить данный проект Юморт и 220 Вольт. В перспективе, как я вижу, что было бы наиболее оптимально, чтобы сети развивали собственные интернет-магазины. Почему нет? Потому что Юморт и 220 Вольт предлагают хороший охват аутпостов, пунктов выдачи, и сети DIY, в принципе, это те же самые аутпосты, пункты выдачи. Почему бы они не могли называть такой же сервис по предоставлению интернет-заказов и развитию, собственно, интернет-площадок? Поэтому, как перспектива, ответ интернета, проектный таким, это, собственно, интернет-развитие магазинов и удобство для покупателя, чтобы он мог предвести всю продукцию не только приедя в магазин, но и заказав ее по интернету. Не пугайтесь этих цифр, 60% ежегодный рост, так как интернет-проекты, вот именно электротехническая продукция продажи через интернет, они только начались, и понятно, что прирастать к нулю довольно просто, и думаю, что до 60% перспективы тоже превратятся в 20-30%, когда охват аудитории по всей продукции в интернете, он, в принципе, достигнет своего пика. Мы еще думаем со своей стороны, что развитие вот этого интернет-канала, оно ни в коем случае не, так сказать, заместит обычные каналы, но этот канал поможет довести уровень потребления или затрат, или трат потребителей Российской Федерации в 50%, до, надеемся, 700 евро, как сейчас в ДУТ-ИАСЕЛФ Соединенных Штатов Америки. То есть, таким вот мы образом смотрим на эту проблематику. Теперь то, что касается нашего рецепта успеха по работе вот именно с ДУТ-ИАСЕЛФ. Компания БУБР Российской Федерации, ну, в части низковольтного оборудования начала работу с 1995 года, и исторически мы работаем, продаем эту продукцию исключительно через наших дистрибуторов. Такая система, кстати, также примерно работает и в Соединенных Штатах Америки, тоже крупнейшие производители. Связана с особенностями российского рынка, вот, с особенностями продукции. И такую же тоже формулу успеха на рынке ДУТ-ИАСЕЛФ мы применяем и в сегменте ДУТ-ИАСЕЛФ. Причем этот треугольник, он не должен превращаться в отрезок, либо, значит, в кривую линию. То есть, понятно, что производитель должен понимать все потребности магазина или сети ДУТ-ИАСЕЛФ. Более того, даже должен смотреть и дальше, должен понимать потребности потребителей, которые приходят в эту сеть. Понятно, что производитель должен понимать чаяние дистрибутора. И понятно, что дистрибутор тоже должен понимать все потребности сети ДУТ-ИАСЕЛФ. При этом этот треугольник должен работать в режиме взаимовыгодного, то есть выигрывать должен потребитель, выигрывать должен должна сеть do-it-yourself, выигрывать должен поставщик или дистрибьютор и выигрывать должен также и производитель, потому что нам тоже нужны деньги для того, чтобы инвестировать на 1,5 миллиарда долларов в США каждый год. И вот более подробно об этой схеме сейчас расскажет Петр. Ну, как отметил Олег, в Российской Федерации мы работаем только через наших дистрибьюторов, напрямую с сетями не работаем, на данный момент и в перспективу там лежащие 2-3 года тоже не планируем выход напрямую. С чем это связано? С тем, что наши партнеры уже давно работают с сетями DIY и наработали хорошую логистику, отработали условия, по которым они работают с сетями и они, в принципе, с удовольствием готовы предлагать нашу продукцию в сети. Что мы можем приложить? Мы предлагаем действительно хорошую маржинальность в нашу продукцию, причем зарабатывает действительно и сеть, и дистрибьютор. Естественно, смарки среди нашего населения, то есть спрос формируется уже не первый год и, в принципе, хорошие продажи по нашей продукции, они, ну, само собой возникают. Широкий спектр прилагаемого ассортимента. У нас довольно большое покрытие SKU, все эти DIY, которые мы можем приложить, это более уже 300-350 номинований. В принципе, есть куда расти. Ну, соответственно, европейское качество по доступной цене, то есть ценообразование не отталкивает покупателей, наоборот, с учетом того, что каждый из этих цепочек дистрибьюторов DIY зарабатывает, ну, хорошую маржинальность имеет, то и конечный потребитель не отталкивается нам на полке. Мы предлагаем также обучение персонала, то есть мы активно продвигаем и увеличим квалификацию сотрудников соцсетей, то есть стараемся проведать семинары, обучение, ну, планируем это заранее. Готовы также продвигать наши продукты внутри сети, это предоставление образцов, оформление торговых точек, всяческие продвижения внутри сети. Ну, собственно, самое важное, потому что сотрудничество с компанией B это выгодно для всех. Да, совершенно правильно. Причем, я немножко даже добавлю, что не сказал бы, что мы не работаем, как раз очень тесно работаем сетями DIY, но, может быть, не именно прямо по договору поставки, но, тем не менее, в части, и дальше мы еще покажем и выкладки, значит, и, там, скажем, планограммы, мерчендайзинга и так далее. Потому что самая главная наша задача помочь сетям DIY повысить товарооборот с квадратного метра площади. То есть мы понимаем, что это один из очень важных параметров, соответственно, мы, в любом случае, в одной лодке, в одной упряжке. Также для того, чтобы повысить товарооборот с каждого квадратного метра, ну, исторически ABB, DIY, это больше модульная аппаратура, скажем, выключатели или УЗО. Вот. Мы сейчас также продвигаем и более широкий ассортимент, потому что ABB – это очень большой портфель продукции. Это и шкафы для квартир, это электростаночные изделия, розетки, выключатели, и промышленные разъемы, и системы видеодомофонии, и изделия для монтажа. Вот. То есть здесь, как бы, мы работаем над тем, чтобы повысить эту приставленность. Вот. При этом, значит, для того, чтобы с этой приставленностью работать, мы специально разработали вот такие вот Point of Sales Materials, что называется. То есть тут есть вариант, например, ну, поскольку заказчик или клиент приходит, ну, повторим, как бы, сейчас очень большое количество новых квартир, мы прямо, так сказать, показываем, как в идеале сделать электроснабжение квартиры, с помощью каких аппаратов, то есть это УЗО, входные автоматы, значит, автоматы по линиям и так далее. Вот. То есть это, как бы, можно разместить в дуэт ESL в соответствующих зонах, и уже на основании вот этой вот планограммы уже выбирать продукцию. Вот. Ну и так далее. Значит, работаем вместе с нашими сетями и с нашими дистрибуторами по периодической выкладке обленного вида товара в Торце, в районе КАС, вот, и вплоть до, значит, палетных распродаж. И плюс, значит, совместные, там, по специальному плану рекламу в СМИ и в интернете. Вот. Также очень важный вопрос, поскольку жилье строится не только в Москве и Санкт-Петербурге, оно строится также и в других городах, это то, как мы идем вместе с нашими партнерами в дуэт ESL в другие города и регионы. Вот сейчас вот конкретно о Северо-Западе вот как раз Петр расскажет. Планы развития по Северо-Западу на этот год, в принципе, довольно простые. Это развитие наших дистрибьюторов. Фундамент, на котором строится наша работа, это партнерские отношения. Без выстраивания плана и принципы работы с сетями, DIY с нашими партнерами, ну, будущего сложно увидеть в этом направлении. Самое очевидное, что на данный момент очень мало партнеров, которые работают с нами в DIY, это один-два всего. Ну, планируем увеличить по Северо-Западу до 3-4, как минимум. И в связи с чего увеличение партнеров, которые работают по данному сегменту, будет увеличиться и охват нашей распространенности по Северо-Западу. Ну, города, в которые мы планируем нашу продукцию ввести в DIY, указаны на слайде по Северо-Западу. Вторую очередь, это увеличение представленности оборудования в сетях до 100%. Это подразумевается, что в каждой сети должен представлен бренд в какой-нибудь из группы товаров. Сейчас порядка на 20-30%. Да. Для продвижения продукции в сети в DIY мы планируем создать стандарт единого руководства по мерчендайзингу. То есть, единый стандарт, который позволит нам стандартизировать выкладку нашей продукции в сети DIY, что позволит потребителю сориентироваться довольно быстро, где находится наша продукция, где найти. То есть, придя в любой из магазинов сетей, он сможет быстро просто приобрести нашу продукцию. Также компания БЭП планирует проведение ежегодных семинаров для закупщиков и РТН в сетевых магазинах по Северо-Западу, что позволит собрать всех за одним столом, обсудить текущие насущие проблемы, ну и найти пути ее решения. Кстати, хотел бы особо отметить, то есть, подобно вот этому форуму, мы еще, ну, правда, на своем как бы уровне, АББ, мы, так сказать, периодически делаем и на своих площадках, для своих поставщиков-дистрибьюторов и, соответственно, для своих сетей DIY, чтобы вместе, чтобы проблематика есть по-любому, соответственно, мы ее периодически обсуждаем, вот и находим пути взаимовыгодного решения тем, чтобы увеличить товарооборот и прибыльность. Ну и в завершение мы хотели бы вот еще раз на этом слайде, так сказать, остановиться, просто как заключение. То есть, мы видим рецепт успеха дальнейшего развития, исследования развитию рынка, в том, чтобы было взаимовыгодное сотрудничество поставщика, дискайбутера, ну, потому что в дистрибьюторе есть определенная, как бы, задача, которую поставщик в российских условиях сделать сам не может. Вот, и, безусловно, значит, самое главное здесь – это потребитель вместе с каналом Do It Yourself, с сетями Do It Yourself. У нас все.